Приветствую вас, Анастасия. Понимаете, какая штука? Вы не задаете вопроса, чего хотите от нас, от психологов. Вы просто описываете ситуацию. Я бы сказал, что в зависимости от вашего запроса, в зависимости от того, какой запрос, и различается в общем-то вектор направления работы с вами. Если гармонизировать отношения с мужем, это одно дело. Если вы решили с ним расстаться, мы поможем пережить расставание. Если вы хотите разобраться в себе, это другое. Понимаете? Но еще раз, вы не задаете, чего вы хотите. Я полностью солидарен с коллегой Игорем Летучим, который говорит, что вы для того и задаете вопрос, чтобы разобраться в себе. Но я поддержил в какой-то степени и другую коллегу, скиллковую Ирину, которая спрашивает, зачем вы вышли замуж за наркомана. Правда, есть тут вариант, что когда вы выходили замуж, ваш муж наркоманом еще не был, а стал наркоманом только в процессе брака, но, тем не менее. Понимаете, в этой ситуации, в ситуации, в которой вы оказались непосредственно из описания вашего, так сказать, жизненного эпизода, вы находитесь в треугольнике Карпмана, в котором являетесь жертвой. У вас есть тиран, это ваш муж, и спаситель, муж подруг. Вам из этого треугольника Карпмана необходимо выйти. Для того, чтобы из него выйти, необходимо работать с личной ответственностью, личной ответственностью за себя, за свои поступки, и самое главное, наверное, за жизнь вашего ребенка. Пока вы боитесь обратно себя личной ответственности, боитесь личной ответственности, скорее всего, боитесь ошибиться, боитесь сделать что-то не так и неправильно, но ситуация не изменится. Следующее. Судя по тому, что вы терпите, судя по тому, что вы находитесь в таких отношениях с таким мужем, а вот вы находитесь, как и сказал мой коллега Игорь Летучий, в созависимых отношениях. Зависимые отношения возможны когда? Первое. У человека занятия на самооценках. Второе. Человек боится одиночества. Третье. Человек стремится угодить. Четвертое. Человек думает, что можно заслужить хорошие отношения. И пятое. Это когда человеку свойственно жалость. То есть вы можете пожалеть другого человека. Конечно, вот такие моменты, которые глобально в общем обеспечивают нахождение в созависимости. Плюс тут еще идет фоном нарушения личных границ, конечно же, отсутствие четких жизненных целей, ну и еще индивидуальные какие-то особенности тоже присутствуют. Вишенкой на торте является то, что вы, проводя вот такую стратегию своего поведения, в общем и целом зажимаете свои желания. Зажимаете свои чувства, не ведете себя естественно, Анастасия. И в итоге вам, конечно же, хочется и мужской ласки, и внимания мужского тепла, да и просто женщиной побыть тоже хочется. Вот. Так что все здесь в принципе в порядке. Но, поскольку вы свои желания зажимаете, то есть вы их обесцениваете, любое проявление, а проявление, как правило, происходит хаотичное, неожиданное, запрещенное, потому что вы свои желания запрещаете. Вы испытываете чувство вины. Я думаю, что вы запрещаете себе хотеть. Я думаю, что вы запрещаете себе быть счастливой, считаете себя недостойной, быть счастливой. И так далее. Вот. И я думаю, что где-то в глубине души, в глубине души, из-за того, что вы страдаете, вы считаете, что вам должны. Именно поэтому муж подруги захотел вас спасти. Проблема здесь в том, что его привлекают жертвы. Жертвы привлекают, как правило. Только тираны. Жертвы привлекают, как правило, только кто-то тираны. Это значит, что вы, не разобравшись в себе и не поработав с теми проблемами, которые я указал, даже в мужей подруге, при условии, если у вас получится на честном отношении, даже в нем вы можете найти точно такого же мужчину, каким сейчас живете. Так работают жизненные сценарии. У вас жизненные сценарии можно назвать «Маточка Хабард». Почитайте про него в интернете «Маточка Хабард». И получите, пожалуйста, общее представление о нем. Вот такой ответ Анастасии я могу вам дать. Вы сказали довольно забавную, но важную вещь, как мне кажется, вы сказали, что быстро привязывайтесь к людям, которые к вам хорошо относятся. Ну, не сложно догадаться, что во всем этом вас привлекает именно то, что к вам относится хорошо. То есть вам важно, чтобы к вам хорошо относились. Вы хотите хорошего отношения к себе. Вот здесь я бы подумал, как получается, что мне хочется хорошего отношения к себе. Вот чего во мне не хватает, во мне самой, что определяет мою потребность в хорошем отношении к себе. Вот постарайтесь на эту тему подумать. Я думаю, так. И сформируйте все же запрос к психологу. То есть, чего вы хотите от нас. Потому что ситуация-то, конечно, произошла. Ситуация-то, конечно, неприятная. Но она дала всем вам, кроме ребёнка, то, что вы хотите. Вам ощущение, что вы жертва. Муж и подруги, что он спаситель. Он самозабвенно играет в эту роль, в роли спасителя. Вашему мужу дала возможность проявить себя как тирана. Как тирана. Вот. Муж и подруги ваши, ну, даже не знаю, роль стороннего наблюдателя. Или выражаясь терминологией одного известного психолога. Роль простака. Почему простака? Кстати, эта роль относится и к вам тоже. Правда, наверное, в меньшей степени, но тем не менее. Потому что вы говорите про свою вину перед подругой. То есть, вы не хотите влезать в семью. Вот. Если с вами ситуация более-менее ясна, в том смысле, что вы обесцениваете свои желания и вообще во многом страдать, чтобы себе что-то разрешить, это грустно, но это понятно, то в ситуации с подругой все не так не так явно. Не так все на поверхности находится, не так все явно. Дело в том, что подруга не может не знать о вашем муже. Зная о вашем муже, она все равно приходит к вам домой вместе со своим мужем. Поскольку у них сейчас проблемы, они разводятся или вместе не живут, тем более странно, что ваша подруга приводит своего мужа к вам домой, зная, что между вами и вашим мужем есть проблема. Я не думаю, что для нее является неожиданным тот факт, что ее муж или почти бывший муж проявляет к вам симпатию. Прямо что она все это знает. и имея в виду, что у вас есть проблема с самооценкой, есть чувство вины, скорее всего, в будущем, если вы ничего не поменяет в своем поведении, подруга вас хочет обвинить. обвинить в том, что вы увидите у нее мужа и способствовали распаду ее семьи. потому что одна жертва всегда порождает и притягивает тирана. Ну или спаситель. Что в принципе одно и то же. Потому что вы не хотите, чтобы ситуация оборачивалась для вас негативным образом, то начинайте раздумывать над тем, как вам либо поработать со специалистом, либо изучите вот хотя бы два этих момента. Треугольник Карпмана, Матушка Хабарт, жизненный сценарий и, наверное, еще книгу Валентина Москаленко Созависимость Семейная Болезнь. Почитать эту книгу. Эта книга написана для созависимых как раз. Вот. Но повторюсь, без работы со специалистом, регулярной работы со специалистом, потому что у вас еще ребенок есть, вот. У вас ну шансов на изменения, какие-то реальные изменения в своей жизни и жизни своего своего ребенка нет. на этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...